К другим темам. В Тверской области усилен контроль с безбилетным проездом пассажиров в автобусах транспорта Верхней Волжья. Теперь полиция может ловить безбилетников в общественном транспорте. Наша съемочная группа приняла участие в одном из рейдов по поимке зайцев в областной столице. Утро, остановка, Смоленский переулок. Контролеры и сотрудники, организатор перевозок Тверской области, которые теперь могут выписать штраф за безбилетный проезд, и наша съемочная группа садится в 21-й автобус. Представители транспорта Верхней Волжья с инспекторами проверяют документы, которые подтверждают оплату проезда. И вот первый пассажир, который не оплатил проезд. Предъявите, пожалуйста, документы, представляющие лично. Отлично. Когда мы увидим настоящую остановку, мы поднимаемся, будем выяснять. Я прекрасно вас понимаю. Проезд оплатил? Вы проезд оплатили после. Сейчас в регионе установлен единый штраф за безбилетный проезд. Он составляет 2500 рублей. При этом проезд по безналичной оплате составляет 27 рублей. Уполномоченное лицо, это главный специалист нашего учреждения, заходит в автобус и просит подтвердить оплату проезда. Совместно с нами участвуют в мероприятиях. Это представители транспорта Верхней Волжья контролера. У них есть соответствующие технические средства. Выявляется лицо, не оплатившее проезд, и начинается с ним работа. Как подчеркивают сотрудники ведомства, оплата проезда должна осуществляться при входе в автобус, а не при входе контролеров. Напомним, что оплатить поездку в автобусах транспорта Верхней Волжья можно картой Волга, банковской, социальной или школьной картой, с помощью QR-кода, приложением Волга, посредством нового цифрового сервиса оплаты через Bluetooth. Ну и, конечно, купить билет можно за наличные у водителя. Инспектор предлагает подтвердить оплату проезда, если она не подтверждена. Он сейчас имеет в своем арсенале все нормативные документы. Он разъясняет гражданину, что он нарушил такую-то статью, такого-то закона. Показывает ему ссылка на закон. У него появляется право, выявив нарушителя, попросить предъявить удостоверение личности, то есть паспорт. А гражданин обязан предъявить ему удостоверение личности. После этого составляется административный материал. Ведомстве уточняют, что инспекторы должны быть одеты в специальную униформу, а также иметь при себе служебное удостоверение. Если же пассажир не имеет при себе документов, удостоверяющих личность, или откажется выполнить требования сотрудников, его могут доставить в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и установления личности, после чего будет составлен административный протокол.